да значит в продолжение медицинской темы значит дальнейшее развитие той технологии которые мы применяли год значит по сути у нас получилось как значит мы сейчас использовали ровно половину от возможностей его искать все динамики то есть значит мы использовали емкости момент соответственно работы она у нас производит значит зону электромагнитную стандартную электромагнитную горловину нам производит в обе стороны и она производит нам значит два электростатических кольца кольцо сверху и кольцо с ним стал вопрос значит каким образом значит положительное влияние на нас оказывает только электростатику то есть электромагнетизм это можно как почувствовать с обычным магнитом он никак не влияет проходит через ткани собственно говоря то есть работа механического каждую только электростатик значит стал вопрос чтобы убрать именно электромагнитную компонент оставит только одно электростатическое но здесь как раз более глубоко проанализировал патент тесла с его бифиляром то есть мы получаем следующую картину то есть то что у него сделан патент на его стандартный биф вот то есть получается что такое такое подключение за один конец то есть там получается что просто должны подать напряжение в так частота остается точно такая же как у нас было до этого с разрывом мы могли легко померить на частоте колебаний емкости значит в этот момент система проводит только электростатику значит на физическом уровне с чем это можно сравнить можно сравнить примерно так значит электромагнитная катушка то есть мы допустим вот торт скручиваем или плоскую мы скручиваем по кругу вот представляем вот наш маркер мы его то есть режиме тока тока это линейная скорость мы линейно его пропускаем по кругу заставляем его крутиться туда потом обратно в этот момент собственно говоря у нас происходит что образуется воронка из среды электростатика соответственно то есть вот она воронка сверху воронка снизу поочередно и выбрасывается плоскости экватора что происходит здесь в этой системе тока нет чем это можно сравнить мы берем опускаем маркер в тазик но линейным его больше не двигаем поскольку он имеет поверхностное как бы сказать какое-то натяжение внешней среде допустим если мы рассматриваем в данном случае к воде наша задача что его провернуть настолько чтобы как бы сказать именно мать натянуть условно говоря воду без проскальзывания тогда соответственно если мы в так начнем отпускать его в обратную сторону мы начнем формировать что колебания на основании только вращения и тем самым приводим весь тазик вихревое вращение то есть не используя силу тока в чем отличие значит когда нас значит по предыдущей технологии она получается довольно таки мощная то есть что у нас получилось по допустим там любые отложения там камни печень почки там и так далее особенно печень там можно было за три дня разбомбить но то что там окаменелости все эти лежали там уже больших количествах как бы сказать оказывать даже слишком много наоборот придержать не так быстро и снижали мощность снижая частоту использования но значит почему то есть там получается что у нас там получается как бы мощный вихрь так вот нарисуем в него попадает собственно время элемент в этот элемент начинаем просто можно сказать раздирать но но это те элементы за которые мы можем ухватить значит что получилось из практики и статистики за год принципе до 90 процентов заболеваний технология выцепляет основные проблемные остались это автоиммунные различные вирусные вот ну и соответственно онкология особенно на более поздних стадий значит в чем там как бы основная проблема то есть если здесь мы прикладывали как бы сказать электростатическую грубую силу то магнит да значит частота электростатики допустим для катушки в 300 килогерц по электромагнетизму она там составляла у нас в четыре раза выше поэтому поскольку у нас частота здоровых клеток начинается с 1520 мы условно говоря ограничивались 380 килогерц потому что чтобы не лезть электростатикой хотя бы основной же самые жирные компоненты собственные в выкидки но на принципе так практики показала основной диапазон людей больше всего реагирует на частоты 270 тире 330 килогерц но основная как бы сказать даже масса получилось 280 тире 300 310 вот так в принципе там все четко то есть 10 совпал то что как бы сказать точно также вначале было получено прямым способом испытания на себе близких и желающих значит остались вот эти вот элементы которые не хотят подвергаться грубой силе с чем это можно сравнить то есть можно сравнить примерно так допустим у нас есть какое-то кольцевое образование которое какой-то своей вязкости подвешено на двух условно растяжимых там соседних этих там и так далее как образец мысленный точнее опыт мысленный то есть когда мы прикладывали грубую силу с этой частотой мы его оттягиваем вот сюда в сторону и в это время собственно здесь находится вопрос а какое время ему потребовалось для перемещения в этом в это положение она соответственно у нас могло легко не совпадать с нашим спектром даже к то есть не спектр это задевает но он поскольку имеет прямой ток он имеет достаточно большую разницу плотности то есть он увлекает за собой как мы пылесосом притянули шарик пылесос он там заткнулся потом другой пылесос в другую сторону соответственно то есть шарик такая в другую сторону он там сидит это когда мы прикладывали токи а что происходит когда среда начинает сама целиком крутится чистая электростатика здесь получается очень интересный но обратный момент увлекая за то есть мы можем сравнить чистую электростатику как с не знаю очень рыхлым рыхлым воздухом то есть то мы получается что в момент вращения то есть создается то есть общий вихрь но ни в одной точке этого вихря нет как бы прямой вот этой жесткой механической работы то есть он весь мягкий получается что когда мы нашу какую-то патологию оттягиваем в сторону то в этот момент собственно говоря условно условно и силы натяжения нити и и спокойно отбрасывают назад этот ветерок настолько легкий что да 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 то что получается неважно практически на какой частоте мы начинаем работать все наши патологии начинают выбирать собственную частоту в зависимости от тяжести до зависимости от тяжести то есть сейчас мы получается как бы вот этой схемы включения той же самой плоской катушки мы получается что как бы завершаем вторую часть первая у нас собственно говоря было с преобладанием мощности 2 то есть с преобладанием именно спина значит теперь вопрос по включению то есть включение вот этой катушки можно то есть если кто имеет простые генераторы без проблем можно хоть напрямую от выхода подавать даже в таком варианте они беду уже будут без всяких проблем работ но значит но можно увеличивать значительно увеличивать как бы сказать эффективность работы без боясь поднимая собственно здесь напряжение но значит если мы не хотим тратить токи вообще на входе но практически не тратить мы можем сделать стандартный повышающий трансформатор то есть вот наш допустим генератор стоит то есть мы от него допустим берем там ферритовое колечко и там повышающий трансформаторик там один десяти допустим сделали вот тут мы на выходе уже допустим имеем 200 здесь получается он стоит условно в холостом на холостом ходу практически потребление никакого но это для тех генераторов которые мы задаем либо вручную то есть либо там цифровики любые запитывать можно за любой из концов где 200 вольт до любой мы по сути здесь можем любое поднимать напряжение но в пределах разумного это замок запитывать лечебную катушку можно за любой из концов которые за между двумя местами написан конечно конечно да 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 за любой из вот этих вот конечков то есть мы просто получаем то есть вот здесь вот создвигом как бы сказать фазы мы получили высокой напряжение все а второй конец 2 конец вообще можем не выводить можем не использовать для желающих все что угодно непонятно как так за один конец, да вы что? А где второй? Заземлить или куда его? Нет, не надо. В рот положить. Все. Этого, в принципе, как бы сказать, достаточно. Либо для схем с автогенератором, то есть там, где у нас все-таки требуется анализ емкости, ну, и соответственно, то есть мы должны запитать. То есть вот такую схему автогенератор запитать не может. Что мы для этой схемы, собственно говоря, делаем? Мы должны добавить сюда переходной модуль. То есть обеспечить собственной емкость, которая у нас будет его питать. Вот так. Вот эти вот два конца мы отправили на генератор, на автогенератор. Вот. Но здесь еще очень интересный момент получается. То, что нам как бы для электростатического воздействия электромагнитная компонента вообще не нужна. Она нам мешает. Она нам добавляет вот эту механическую работу, которую мы хотим убрать. Значит, для этого мы должны... То есть если вот это мы до этого торы мотали, то мы должны тор еще раз свернуть в тор. Мы получим, собственно говоря, вот такую вот картину. То есть это основание нужно изготовить. Самое простое, вот над чем вот этот вот намотан, это вот кусочек 32-й гофры. Диаметр у него внутри 25. Два сантиметра буквально полипропиленовой трубы 25. Все. Вот это вот сгибается. Труба туда плотненько вставляется. Тора замыкается. Все. Наматывает. То есть в итоге мы изготавливаем переходной модуль вихревой. По сути это получается повышающий трансформатор. Только емкостной вихревой. Снаружи у него вот здесь через центр только силы Лоренса. То есть у него здесь электромагнитные компоненты снаружи нет. Вот здесь никакие светодиоды на нем загораться не будут. Да. То есть весь поток сосредоточен внутри. Вот. И самое главное по вот этой катушке. То есть в этом режиме работы катушка формирует. Значит если мы ее цепляем за центр, у нас получается она формирует шар электростатический. Если вот этот выход, который мы подключили за край, она сформирует два тора. Тор сверху и тор снизу. Работают режима оба. И оба одинаково полезны. Значит проверил центральный. Но то есть как бы сказать вынудил даже случай. То есть значит женщина 55 лет из-за резкого стресса подлетели антитела щитовидки. Значит там и так видимо небольшое отклонение было. Стресс за неделю поднял количество антител. Значит 5,7 миллиграмм на моль допустимое значение. Значение 600. То есть более чем в 100 раз количество антител за неделю. В результате стресса. То есть весь организм собственно говоря занимается чем? Убийством самого себя. В этот момент. Состояние при первой видимости. Абсолютно бледное тело полностью. Соответственно дрожащие руки, ноги, речь, голос, сознание и все что можно. Вот синусидальная тахикардия. Работа с такой катушкой. Через примерно 25 минут. Через 10 минут это уже было разоево лицо. Через 15 минут уже более-менее перестало дрожать речь. Значит. Через 30 минут по хорошему счету сидел передо мной совершенно другой человек. Который выразился. Блин, а жить то хочется уже. То есть разница состояний. То есть что у нас получается? Значит иммунитет и антитела. Физически иммунитет совсем не то о чем у нас говорят. Не борется организм, не знает организм о том какие в нем вирусы и не проявляет организм к ним никакой механической и другой там силы для того чтобы подавить этот вирус или проблему. Любая проблема формирует сама под себя область электростатическую. То есть это можно с чем сравнить? То есть у нас был идеальный углерод. Вот. И было все. Он пассивен. В нем по какой-то причине выпал один кусочек. Мы по сути получаем что? То есть поскольку система сместится. Мы в центре имеем стандартный. Как мы в детстве рисовали. Мы имеем стандартный вихревой генератор. То есть физически это область. То есть любой патологии. Поскольку щитовидка у нас это капсулы, которые формируют. То есть изменения, собственно говоря, внеслись в капсулу. И ее можно сравнить с чем? Вот поверхность Солнца. Это очень хорошо. Обратите внимание как протубиральность. Он вылетает, разворачивается и влетает почти в то же самое место. То есть описывается область пониженной плотности среды. На основании вот какого-то вот этого объекта, который ее вызывал. Соответственно, вот сюда будут стекаться те компоненты организма. Которые соответствуют диапазону частот. И вообще полностью спектральному всех характеристик данных объектов. То есть проблема начинает строить под себя антитела. Чтобы потом, собственно говоря, вот с ней соединиться. Более-менее как бы заткнуться. Но чаще всего, как бы сказать, этот момент может и не происходить. Ведь при определенных сложностях системы. Даже построение вихревого зеркального объекта. Он может не закрыть систему. И дальше система начнет проявлять, собственно, выброс в эту сторону. И мы имеем цепную реакцию, собственно говоря. Разрушение организма самого на основании проблемы. Крыжа, она там нужна организму. Получается так. Проблема формирует ретростатическую полость. В эту полость устремляется наша материя. В данном случае ресурсы организма. И там строится. Строится на основании волновой структуры. Которая транслируется из этого куска. А из-за чего вырвался кусок-то? Надо выяснить. Из-за вот этого. Нарушение. Но. В данном случае, что у нас получается. Вся вот эта вот вещь, она спиновая. И мы, получается, что когда вносим сюда работу чистого спина. Вот этого. То есть, я так понимаю, сейчас. Пока вот такой, точнее такой тортовки придерживаюсь. То, что этот выброс мы начинаем со всей этой структурой именно расшатывать. То есть, подавая просто абсолютно плавное вращение. А для него это уже другая среда. Другое направление вращения. То есть, он начнет колебаться на своей частоте. То есть, не подбирая частоты. Ничего. Ну, ты сказал. А это не будет ли эффект обратно? То есть, сейчас мы расчесывать, как бы ее будем? Чесать, как будто она болтается и чешем. Она хорошо как не расти приятно. Мы-то наводимся только на кольцевые. То есть, мы на простые ткани, которые фрактальные, мы за них не можем зацепиться. Не, ну, понятное дело, что наращивая напряжение на входе все больше, больше, больше. Мы дойдем к тому, что метростатическая плотность начнет... Общесистемную затронет на человечеую. Да, общесистемную затронет. Ну, а так, то есть, мы без проблем как бы работаем только с вот этими проблемными областями. Значит, проверил уже. Значит, точно так же, значит. То есть, те проблемы, которые не обнаруживали наши демкастные катушки, дообнаруживают электростатические катушки. Значит, корректировка, скажем так, еще одну, значит, женщину со щитовидкой, то же самое. То есть, ну, там небольшое отклонение. Значит, ощущение в длине в течение полутора-двух минут. То есть, ну, там, во-первых, в таком режиме катушка чуть дольше раскручивается. То есть, они не сразу ощущения появляются, там, где-то через 3-5 минут. Потом она находит, где чего. То есть, какие-то там осуществляют действия. То есть, то же самое, там, легкие какие-то покалывания могут быть. Просто, ну, они легче. То есть, мы уже здесь не прикладываем физической силы, они более легкие. Кажем так, и мощности даже меньше кушают. А мы вообще, мы как бы мощность не прикладываем. Лампочка не горит, а что же, не работает же ничего. Вот. И что мы имеем? То есть, по крайней мере, вот на вот этом примере, где количество антител более чем в 100 раз превышало норму, привести за полчаса организм в удовлетворительное состояние, я такого даже сам не ожидал. То есть, на такой стадии. То есть, в принципе, она чувствует полностью все проблемы. Саша, а как узнать уровень воздействия, скажем, определить как? Значит, по уровню воздействия, я могу так сказать. Значит, наращивая напряжение на входе, мы получаем что? Идет рост плотности электростатики. Ну, или в данном случае, начинают быстрее появляться более высокочастотные гармоники в электростатике. Просто поднятие напряжения на входе. Значит, при этом, в чистом виде, вот если мы в чистый эксперимент проводим, то есть, если мы возьмем, допустим, колечко с двумя светодиодами, и положим его на катушку рабочую. Она не горит. Здесь нет электронизма. Но, если мы в этот момент начнем его пытаться рукой поднять, они загорятся. То есть, вот по хорошему счету, вот как бы разумная мощность у нас и определяется примерно так. В тот момент, когда мы начинаем рукой брать, и они начинают загораться. То есть, уже достаточно объемной поверхностной емкости тела для коммутации с одной стороны катушки на другой, в статике, для того, чтобы зажигать те же самые наши светодиоды. И горят они ярко. В этот момент можно так даже сказать. Один человек сидит, двое рядом могут, собственно говоря, рядом встать, у них в руках загорятся, ничего не трогает. Вот это разумный предел мощности. Потому что дальше пойдет, собственно говоря, это объект чистой вихревой энергетики. Одинарный шутодиод уже не будет гореть. Там двойной обязательно надо, потому что емкость нужна. Я на язык даже попробовал, осмелел и попробовал язык. Вообще ничего нет. В чистом оптимальном виде для автогенераторов, да. Это вот, в принципе, что. Для всех наших приборов, которые сейчас уже многочисленны, но и десятков тысяч людей, которые уже здоровы, частично уже себя сильные, исправили. То есть, пока что в ручном режиме намотали себе бублик. Или, допустим, есть плоская катушка на какую-то частоту, но вот под нее же просто намотать бублик. Значит, по поводу диапазона частот. Если там мы ограничивались где-то, значит, 380, вниз примерно 250, но то здесь мы примерно можем делить на 4 базовую 280. У нас диапазон, получается, где-то мы можем использовать от 70 до тех же самых, там, 280. Это вот эту нижнюю границу я посчитал. Но точно так же будет верхняя граница. То есть, примерно, то есть, 380 и в эту сторону. То есть, ну, это те же самые 70. По сути, мы можем опускаться в более низкий диапазон. Почему? Потому что мы здесь не вламываем физической мощностью. Да, это частота питания, скажем так, излучения. Да, это просто частота питания для той физической обмотки. То есть, значит, я проверял катушки и на 300, и на 320 работают, 130 проверял, все прекрасно работает. Но вот этот вот бублик я как раз испытывал на 130 кГц, но все шикарно отработало. А я думаю, почему у меня частота тоже упала, когда... Ты же не говорил тогда еще раньше, сейчас только узнал. Частота 75, 80, 90. Думаю, ну, нельзя, наверное, вредно, и перестал. А на самом деле... Ну, вот, когда просто вот они в демкостном режиме были включены, они могли очень неприятно действовать. Вот эти низкие частоты, когда... А именно в этом вот, как нарисованном было в режиме? Нет, а когда тот самый, то есть, значит, по намотке. Значит, здесь провода для такой намотки уходит больше. Дырку не надо делать сильно маленькой. Если сделаем сильно маленькую дырку, еще будет надо больше провода вматывать. Потому что что, мы используем объем, который мы там заключили. Сильно увеличиваем, мы, получается, увеличиваем расстояние между проводами, сам бублин. А сильно уменьшая дырку, мы, получается, как бы, ограничиваем даже количество провода, которое мы можем туда вмотать. То есть, в итоге, вот, как бы, средний размер, примерно, дырка та же самая. Чуть больше, чем одна треть. Ну, то есть, вот здесь, допустим, 32-я гофром, а дырка 35 миллиметров. То есть, 134 килогерца. Вот этот бублин. Значит, на вот этой оправке 25 метров провода дало 302 килогерца. То есть, очень много будет зависеть. Сильно будет разброс плясать от того, как это моталось. Не пугайтесь, все нормально. Вот, значит, для вот 134, у меня здесь примерно 40-43 метра. То есть, из четырех кусков здесь остыковано. Ну, то есть, не принципиально. То есть, просто, как бы, плавненько слой за слоем. Заполняем, заполняем, заполняем до получения нужной частоты. Если не витой пары, ну, нет у людей. Ну, оно хуже просто будет. Потому что витая, то есть, она тебя держит, как бы, скажем, базовую гармонику между двумя. Но, как бы, если нет витой, ну, блин, витая, как бы, проще всего. Она есть. Любой патчкорд от компьютера распустить, что надо прополнить. Да, найдите, постарайтесь. Да, его проще всего использовать. Но не витой, потому что они разбегаться будут. И получится в одном месте куча, там, допустим, белых лежит, в другом месте куча красных лежит. Соответственно, от них польза ноль. Витой паре, скажем, там, их четыре же, вообще-то, пары. Можно взять. Нет, ну, она разная бывает. Срастить их. Сращивать их. Да, да, да. Цветные какие угодно и так далее. Все. То есть, он снаружи не имеет ни электромагнетизма, ни электростатики вокруг себя. То есть, все замкнута внутри. Это просто вихревой преобразователь, как бы сказать, тока в напряжении. Все. Вот. Все. Мы вот это напряжение, соответственно, используем. То есть, для автогенераторов уже совсем не нужна такая мощность. То есть, вот для стандартного генератора, то есть, он у меня уже при девяносто четырех миллиамперах, уже зажигает светодиоды, говорю, рядом. Просто стоять в руках держать. Это девяносто четыре миллиампера на входе. То есть, режим работы как бы с человеком, то есть, уже прекрасно работает. Я подавал пятьдесят. Это по тому же самому атомному генератору десять вольт у меня было. Но при десяти вольтах, собственно говоря, уже начинает загораться вот здесь вот индикаторный диодик. Причем, не так, как надо народ. Мы такой же самый бублик в качестве индикатора поставили, когда там обмотки немерено. Нет, у меня там всего порядка 23 цветков. То есть, уже загорается. Но при этом, то есть, все пространство, как бы сказать, не засорено электромагнитные компоненты. И здесь то же самое. То есть, передозничать смысла никакого нет. То есть, нежно, аккуратно, полчаса в день, через день, вполне достаточно. Организм быстрее не успеет регенерировать. Вот, собственно говоря, продолжение как бы. Вторая часть. То есть, можно с ней заснуть? Ну, сон точно так же тянет без проблем. Чаще холод от него проявляется. Здоровый человек вообще никак не почувствует. Вообще ничего не чувствует. То есть, я первый раз от него почувствовал только холодок. Замерз, два часа отогревался в кровати. Вот, больше ничего. А я думаю, почему катушка холодная? Так это от этого. Это субъективное ощущение. Она не греется и не охлаждается. Она на один конец подключена. То есть, те, кто с проблемами, собственно говоря, в течение 30 минут, в основном все свои места проблемные ощущают. Вот, как бы сказать, хороший довесок. То есть, она не отменяет предыдущую. То есть, это, как бы говоря, вторая часть. То есть, я не уверен, что, допустим, вот эта, допустим, справится с теми же самыми, допустим, ну, там, солевыми отложениями или камнями, там, почвах, печени. По каждой практике. Но прямой мощности в ней нет. То есть, в ней то же самое, инерционный, только инерционный перенос. Будем пробовать. Будем пробовать. По сути, как бы мы сделали шаг к чему? Гибридизации. Если эта катушка, собственно, нормально работает с причиной выработки антител, то есть, с причиной болезни, проблемы, то есть, пересаженный орган можно легко обработать, и он перестанет отторгаться. А это уже? А это совсем другое. Это уже серьезная идея. В медицине переворот, можно сказать. Да, да, да. Ну, она даже, получается, чуть-чуть, как бы, безопаснее, условно. Она более нежная, более безопасная, можно так даже выразиться. Ну, как бы, и в той особой опасности нет. Ну, за исключением тех передозников, которые... Да, где Денис обязательно что-нибудь придумает. Да. Иск orch видео. Денис, дорогая гринаторница. Иск игог в шагь.